Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets, где мы каждый день постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. Это и конкретные рекомендации с упором на тех анализы и фундаментальные посты. Если есть какие-то предложения, мы открыты к ним. Можете передавать их через ваших персональных менеджеров либо писать в поле с комментариями непосредственно под постами. Ну что ж, сегодняшняя торговая сессия еще один важный день для всех финансовых рынков. Как вы знаете, после того, как вчера началось двухдневное заседание американского регулятора, сегодня вечером будут подведены его итоги. И, как я отмечал ранее, эти две торговые сессии, вчерашняя и сегодняшняя, по сути, могут стать тем самым периодом времени, когда мы должны окончательно определить, что же будет с американской валютой уже под конец 2023 года и с заходом уже на 2023 год. У нас есть возможность, друзья, до конца текущей торговой сессии, но завтра мы, безусловно, вернемся к оценке фундаментального фона, понять, что мы будем делать с долларом дальше. Вчерашний день весь фокус внимания трейдеров был, конечно же, на статистике по инфляции. Это понятно, потому что инфляция – это один из важнейших индикаторов для американского регулятора в оценке перспектив национальной монетарной политики. Именно от того, что происходит с индексом потребительских цен, зависят темпы ужесточения монетарной политики и то, как и когда ФРС завершит рост ключевой процентной ставки. Вот этот очередной цикл ужесточения монетарного режима. Очень много было спекуляций вокруг вчерашних цифр. Еще буквально во время своего прошлого выступления я обращал ваше внимание на то, что очень сильно изменились прогнозные ожидания экспертов, консенсус прогноз участников рынка. И по факту, что мы получили? Мы увидели то, что индекс потребительских цен, основной показатель, снизился в ноябре с 7,7 до 7,1%, в то время как эксперты прогнозировали, что будет зафиксировано снижение до 7,3%. Базовая инфляция также просила, друзья, с 6,3 до 6%, это тоже ниже, чем прогнозировали эксперты. Какой вывод нужно сделать сразу? Ну, во-первых, инфляция снизилась базовая. Базовая инфляция – это самый объективный показатель в оценке того, что будет делать американский регулятор, потому что базовая инфляция не учитывает такие волатильные компоненты, как продовольственные товары и цены на энергоносители. Базовая инфляция снизилась уже второй месяц подряд. И буквально после выхода октябрьских цифр по инфляции мы с вами подготовились к сценарию того, что если снижение инфляции станет тенденцией, тогда мы, конечно же, должны будем адаптироваться к меняющимся экономическим условиям и признать, что, может быть, ФРС вот этим агрессивным циклом повышения процентных ставок из четырех решений и ее роста на 75 базисных пунктов в подряд уже добился каких-то результатов. Я не ожидал, что базовая инфляция просядет настолько сильно, друзья, но она просила, и, наверное, будем работать с фактами и не думать о том, что это рисованная статистика, потому что зачем в текущих условиях показывать то, что нет на самом деле. Как отреагирует американский регулятор на снижение базы инфляции? Здесь тоже все должно быть предельно просто и понятно. Если американский регулятор раньше анонсировал, когда повышение процентных ставок высокими темпами, говорил, что это необходимая мера для борьбы с инфляцией и сохранял жесткий подход к монетарной политике тогда, когда инфляция росла, то при появлении первых признаков того, что инфляция снижается, а потом уже по факту, когда вышли цифры, подтвердившие, что индекс потребительских цен пошел на спад, конечно же, риторика американского регулятора тоже должна становиться все более и более мягкой. Сегодня, после вчерашних данных по инфляции, нет сомнений в том, что ФРС повысит ставку на 50 байсных пунктов, ну то есть скромнее, чем мог бы повысить, если бы мы увидели рост инфляции. 50 байсных пунктов, как вероятность повышения, это 100%. Я не сторонник того, что сегодня может произойти какой-то сюрприз, конечно же, шансов почти нет на то, что ФРС повысит ставку на 75 байсных пунктов и, честно говоря, думаю, что и на 25 байсных пунктов тоже настолько агрессивно снижать темпы повышения ставок еще рановато. Поэтому 50 байсных пунктов это тоже консенсус. Прогноз ожидания, который, скорее всего, реализуется. Сегодня, после заседания американского регулятора, после того, как будет опубликовано сопроводительное заявление, когда мы увидим обновленные прогнозы по инфляции, по экономическому росту, состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла в 19.30 по GMT, буквально через полчаса после того, как мы увидим фактическое решение по ставке. И вот от того, что скажет Джером Пауэлл, уже будет понятно, что делать с долларом дальше. Если американский регулятор признает, что борьба с инфляцией оказалась эффективной, индекс потребительских цен идет на спад, поэтому и ФРС тоже будет пересматривать свою денежную ходитную политику. Но это будет фактически означать, что темпы снижения ставок продолжатся, сохранятся. И буквально после второго квартала 2023 года ФРС точно нажмет на тормоз и, может быть, даже начнет готовить нас к тому, чтобы ставку снижать. При таком сценарии, друзья, завтра мы, опять же, во время утреннего брифинга все это проговорим. И если такая риторика будет услышана, мы поставим на снижение курса доллара. Если же сегодня ФРС все-таки скажет, что да, инфляция снижается, но данных по-прежнему слишком мало и нет еще серьезных причин говорить о том, чтобы можно было бы отказаться от жесткой монетарной политики, то доллар сегодня может выкарабкаться. И, соответственно, тогда мы поддержим длинную позицию по индексу доллара еще какое-то время. Друзья, максимум внимания на сегодняшнее решение по ставке. Контролируйте риски загрузку депозитов. Это всегда очень и очень важно. По другим активам золота. Наконец-таки мы увидели пробой сопротивления 1800 долларов за тройскую лунцу. Хайбл 1824. То есть, фактически, мы сделали первые цели, которые хотели сделать на волатильности до заседания американского регулятора. Это был основной сценарий, который мы проговаривали. Я предлагаю теперь золото на какой-то период времени оставить в покое, фиксироваться. Профи должен быть хорошим, друзья. Золото выросло, конечно же, потому что обвалился рынок долго, потому что просел там доллар. И благодаря все-таки эффекту психологического такого характера, об этом мы делаем вывод после статистики от индекса рыночных настроений и активности институционалов. Я вам проговаривал фактически то, как меняются настроения. И сейчас, в принципе, друзья, мы видим, как рост золота доказал то, что индекс рыночных настроений, который доступен каждому клиенту компании в маркетсе, отрабатывает себя на 100%. Если вы сомневаетесь, что может произойти с каким-то активом, который вам интересен, смотрите на индекс рыночных настроений. Вчера он, точнее принять решение на его основе, принесло бы хороший профит. Надеюсь, что вы были в длинных позициях по золоту. Рынок нефти выше 80 долларов за баррель. Я снова, друзья, рискую. Считаю, что черное золото может пойти вверх. Аналитики Deutsche Bank считают, что к концу этого года бренд будет котироваться ближе к 85 долларам за баррель. В начале следующего будет стремиться уже, начнет стремиться к 100 долларам за баррель. И основная причина – это ожидание дефицита предложения, о чем мы говорили уже неоднократно. После фундаментального фона смягчения антиковидных ограничений, потолок цен на топливо, решение ОПЕК не вносить коррективы в прежние договоренности по тому, сколько нефти должно добываться ключевыми регионами, то есть сохранить квоты на прежних отметках. Я думаю, что куда больше скований у рынка нефти все же двигаться вверх. По британской валюте 1,2357, краткосрочная сделка вчера была, пробой, сопротивление 1,23, в принципе, так оно и произошло. Рост британской валюты опирался сначала на сильный фундаментальный фонд в виде хороших данных по ОВП и промышленному производству. Кстати говоря, фонд не расчаровала даже крайне слабая статистика по рынку труда. Рост безработицы с 3,6 до 3,7%, причем увеличилось значительно количество заявок первичных на пособие по безработице на 30,5 тысяч, причем эксперты ожидали, что количество обращений снизится на 6,5 тысяч. То есть такой очень сильный контраст. Но основной буст для доллара, точнее для британской валюты, выступила слабость американского конкурента, что поддержало все рисковые инструменты. По фунту я рекомендую трожить, сейчас уже больше не работать, фиксировать сделки и здесь сфокусироваться, по сути, только лишь на индексе доллара, на нефти, если вы разделяете точно так же ожидание того, что этот актив должен с точки зрения фундаментального фона расти. И еще у меня рынок криптовалют, биткоин, где я по-прежнему рассчитываю на то, что негативный фон еще проявит себя во всей красе, к сожалению, негативный, разумеется, и станет причиной дополнительного давления на рынок криптовалютного сектора и может привести биткоин к тесту поддержки 15000 ровно. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.